Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru И давайте в этом видео я вам расскажу последние новости об открытии границ России с другими странами На феврале-март месяц произошло очень много новостей Вот кучу официальных источников изучил, чтобы записать вам это видео Прежде чем смотреть это видео, вот здесь есть кнопочка Вот здесь вот в правом нижнем углу подписаться, подпишитесь на наш канал Чтобы не пропускать все видео об открытии границ, о путешествии в открытые границы, что там, как происходит По всем этом я буду делиться на нашем канале Итак, давайте сразу ко всем новостям, которые произошли в последнее время Ну вот, смотрите Допустим, 27 января Россия объявила об обновлении воздушно-международного сообщения С Индией, с Вьетнамом, Финляндии и Катаром Но туристы полететь туда не могут Могут только по делам работы, бизнеса И по другим вопросам Вот я, смотрите, еще я внизу этого видео дам ссылочки На все популярные статьи, о которых говорю в этом видео Так как правило очень часто меняется А Ютуб не дает перезаписывать видео И на всякий случай перед выездом, допустим, уточнять Ну вот из этих новостей, что хорошее В Катаре, через Катар можно лететь транзитной пересадкой Например, многие туристы, которые летят на Мальдивы Ну, Мальдивы открытая страна для россиян Хотя с пересадкой в Катаре так дешевле выходит Ну вот самые главные новости С 8 февраля возобновлено международное сообщение с Грецией и Сингапур Причем в Грецию могут лететь туристы Пожалуйста, Греция первая из стран Шенгенской зоны стала выдавать из стран ЕС Туристические визы для россиян То есть визу в Грецию можно оформить Под этим видео вы найдете контакт нашего специалиста Который занимается оформлением виз в Грецию То есть спокойно по туристической шенгенской визе можно полететь в Грецию Правда, там есть правила ПЦР-тест, карантин Например, греки говорят 3, то 5 дней Вот Пока вот такие правила и рейсы возобновлены только в Афине Но вот многие туристы используют Грецию Например, для того, чтобы поехать дальше Приехали в Грецию, там посидели, карантин 5 дней Границы между странами шенгенскими Многими странами шенгенской зоны остаются открытыми Поэтому многие туристы летят, допустим, из Греции, допустим, в Италию Вот если вас интересует этот вопрос, как попасть в Европу Там тоже под этим видео есть контакт нашего специалиста Можно, например, вот таким образом через Грецию Еще один популярный способ Оформить рабочую визу в Польшу То есть в Европу по-прежнему можно полететь Кроме Греции Из стран ЕС и шенгенской зоны Только тем, кто там имеет ВНЖ Право на учебу, работу Это право дает национальные визы категории D Либо, допустим, на лечение Вот Еще какие новости по европейским странам Что с 1 марта Кипр пока еще неофициально Но объявила намерение открыть границы для туристов В том числе и из России Нужно будет, конечно же, задавать ПЦР-тесты И перед вылетом из России по прилету в Кипр Но даже если вдруг 1 марта границы Кипр не откроются Очень большая вероятность, что с начала туристического сезона Апрель-май Кипр откроет границы для туристов Кипр, экономика Кипра очень зависит от туристов И второй год без туристов Кипр просто не выживет Поэтому это хорошая новость И действительно границы Кипра, скорее всего, будут открыты С 8 февраля, помимо Греции Еще возобновлено международное авиасообщение России с Сингапуром Но в Сингапур обычные туристы полететь не могут Но хорошая новость, что теперь разрешены транзитные перелеты через Сингапур Кто-то использует эту страну, чтобы вернуться, например, домой из азиатских стран Кто-то, наоборот, допустим, чтобы полететь в азиатские страны Допустим, сделать бизнес-визу По бизнес-визе, вот как я вам говорил, про Индии пускает Либо Бали тоже пускает Обычных туристов нет, а по бизнес-визе пускают Вот именно туристы используют Сингапур для транзитных пересадок К транзитным туристам ПЦР-тест нужен То есть, если вы используете Сингапур для транзитных пересадок ПЦР-тест нужен Ну и самые главные новости Это вот последние дни Касаются страны СНГ С 8 февраля также возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью Очень многие люди ждали, когда откроют сухопутные границы с Беларусью Со странами СНГ, а не только авиасообщением Раньше было открыто авиасообщение с Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном Вот с 8 февраля открывается железнодорожное авиасообщение Железнодорожное сообщение наземным транспортом с Беларусью Приезжающим в Беларусь россиянам на поезде нужен ПЦР-тест Вообще вот это правило касается всех граждан евразийского экономического сообщества Это Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения То есть наконец-то определились с едиными правилами въезда России И допустим граждане Кыргызстана, Казахстана, Армении Могут также поехать из Беларуси на поезде в Россию Или на самолете из другой страны прилететь в Россию Для них граница открыта Единые правила въезда в страну Нужно сдать заранее ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Россию Вот еще, конечно, две важные новости опять касаются стран евразийского экономического сообщества С 15 февраля официально открытое сообщение между Россией и Арменией Пожалуйста, можете лететь в Армению Спокойно из России Армения, кстати, также открыла и сухопутные границы своей страны И с Азербайджаном Но в Азербайджан могут полететь только люди, которые обладают с 15 февраля Либо граждане Азербайджана, либо ВНЖ Азербайджана Либо те, у кого есть близкие родственники в Азербайджане Но, в принципе, я думаю, многих это обрадовало Так как хотя бы к близким родственникам, к своим, можно полететь в Азербайджан И наоборот, то есть граждане Азербайджана могут полететь в Россию Без каких-либо ограничений, просто сдав заранее ПЦР-тест с 15 февраля Вот это такие самые главные новости Давайте еще скажу страны, куда можно полететь для пляжного отдыха Многие интересуются, куда можно полететь зимой, вот в феврале, в марте, ну и в ближайшей, в принципе, весну Вообще, в это время для пляжного отдыха одна из самых идейных странах это Занзибар ПЦР-тест не нужен, погода классная, солнышко больше 30 градусов Визу можно сделать заранее онлайн, либо по прилету в аэропорту Просто если сделаете заранее, будете быстрее проходить границу, в Занзибар 10 часов лететь Если вам нужна виза на Занзибар, контакты найдете под этим видео Мы занимаемся оформлением электронной визы на Занзибар Авиасообщение России с Занзибаром открыто Без ПЦР-тестов, также россияне, классные стороны для пляжного отдыха могут полететь в Мексику И нужно сделать электронную визу Опять можете обратиться к нам, контакты есть под этим видео Но прямого авиасообщения между Россией и Мексикой нет И, например, даже тура продают И туристы, кто самостоятельно летит, летят через Турцию с пересадкой в Стамбуле Такие еще страны открыты для пляжного отдыха Это Эмираты, Дубай, куда есть прямое авиасообщение с Россией Но нужно сдать два ПЦР-теста до отлета из России по прилету в Дубай Такие же примерно правила на Мальдивы, где также хорошая погода Светит солнце в это время Куба Куба тоже открыта для российских туристов Куба прям реально каждые две недели что-то усложняет постоянно Ну, например, сейчас вот вышло в начале февраля Что вот только открыт каек, куда могут полететь туристы А перемещение между другими городами даже туристам запрещено То есть в Гавану или, например, в Вородеро вы полететь не можете Поэтому я как бы Куба особо... Ну, так же два ПЦР-теста надо сдавать Не рекомендую Ну и в любом случае читайте правила Потому что они очень часто и постоянно их меняют Египет Открытое авиасообщение с Каиром Можете полететь в Каир Оттуда на курортах Хургады, Шарм-эль-Шейх Также надо сдавать ПЦР-тесты Многие туристы летят также, например, не через Каир, а через пересадкой в Стамбуле Из Стамбула летят в Хургаду, в Шарм-эль-Шейх Какие еще хорошие новости? Ну вот помимо Кипра, я говорил, Черногория То есть без ПЦР-тестов Хоть сейчас можете ехать Прямо авиасообщения с России пока нет Но к началу туристического сезона Я думаю, оно наладится Идут переговоры по этому поводу Пожалуйста, через третью страну Через ту же Турцию Можно лететь в Черногорию Граница открыта для россиян Без ПЦР-теста Но купаться там можно будет не раньше конца мая Когда откроют границы следующих стран? Ну вот из Европы открыли Греция Из стран есть и Шенгенской зоны туристов Кипр планирует открыть с 1 марта Даже если не удастся договориться Скорее всего к туристическому сезону К маю они откроют границы для россиян И будет Авиасообщение прямое с Кипром Черногория уже открыта Граница для россиян без всяких тестов Если будет прямое авиасообщение Можете лететь напрямую Если нет, можете через третью страну В другие страны есть и Шенгенской зоны Пока у них там многие карантины Обычным туристам весной скорее всего Германия, Франция, Испания, Италия Навряд ли разрешат въезд Но вот летом там чемпионат мира будет Футбол И без зрителей проводить Ну а еще деньги терять Туризм закрыт, еще деньги терять Возможно как раз начнется Из использования вакцины Многие страны как раз европейского сообщества Это обсуждают Либо те кто у кого Кто вакцинирован Либо с ПЦР тестом Скорее всего к лету Возможно туристов туда пусть Возможно и будут закрыты Какие-то страны для туристов Единственная сейчас возможность Поехать в страны Европы Это оформить национальную визу Категорию Д Для работы, лечения, учебы Естественно не обязательно ехать на работу Лечение учебы После пересечения границы Никто не проверяет Что вы дальше делаете Главное вы заехали У вас есть официальное приглашение Из какого-нибудь организации Либо медицинского учреждения А потом может спокойно туда не ехать Если вы хотите поехать в Европу Контакты специалистов Кто занимается оформлением таких приглашений Есть также под этим видео Если вам понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на наш канал Здесь я вам буду давать Самые последние новости Об открытии границ Лайфхаки Как куда можно уехать С вами был Борис Соколов Сайт виза-сам.ру Вот здесь Подписывайтесь Кнопочка в правом нижнем углу Подписаться Чтобы не пропускать Следующее видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok